Паводок продолжает наступление на северные районы Нижегородской области. Единственную дорогу к поселку Атазик Уренского района затапливает каждую весну и каждый год оказываются жители отрезанной от большой земли. К этому все привыкли. Это бывает раз в год. А тут вдруг второй паводок за год в ноябре. Че, первый год что ли такая? А осень откуда? Дожди были, снег был. Это уже весна. Вы куда сейчас, в магазин идете? Нет, не в магазин. Я за внучку убираю. А вот сейчас возьму и потащу. Привет! Осенью первый раз видим такое чудо сами. Нонсенс? Нонсенс, да. Весной-то как всегда обычно. Мы всегда ездим, смотрим на него. Для нас уже привычно. Но чтобы в ноябре, осенью, это ужас. Выпала снега, и он сошел за три дня. Он начал понемногу, а потом дожди пошли. То есть буквально резко он сошел и начала прибывать вода. Вот эти вот, я говорю, сейчас вот опять и школьники, и все. Сейчас на лодке переправляются, только больше ничего. Продукты тоже вот запасают. Наверное, тоже привозят сюда. Вот позвонили. Наказали, что привезти. Хлеб, все. Все, что нужно. Было раз, и тоже развивалось. Даже замерзло. Такое подтопление у нас происходит ежегодно весной. Осенью происходит данное подтопление очень редко. По результатам подтопления жизнедеятельность данного поселка не нарушена. Пожарная безопасность обеспечена. Туда предварительно передислоцирован пожарный автомобиль МПК села Тимта, который дежурит круглосуточно. В случае пожара он сможет тушить благополучные пожары. Вот я говорю, это натуральная весна, весна, натуральная. Весна, весна, весна. Вот вода сейчас стоит, вода. Завтра мороз. Послезавтра заморозит. Это уже все. Здесь будет натуральный каток. Каток натуральный. Кстати, похолодание до минусовых температур синоптики обещают лишь в середине следующей недели.